Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на сегодняшней встрече. Мне выпала честь поговорить сегодня с вами на тему повторного облучения при рецидиве рака лёгких. Взгляд радиотерапевта. Бесспорно, рак лёгких в течение долгого времени остаётся больным местом онкологии, наиболее распространённая опухоль у мужчин. Как пандемия, рак лёгких ежегодно уносит множество жизней. Так, в 2004 году от рака лёгких умерло 1,3 миллиона человек. И учёные сделали пессимистический прогноз 1,9 миллиона смертей к 2020 году. В обгонах прогнозов эта цифра была превышена ещё в 2018 году. Что же будет дальше? Ввиду особенностей течения заболевания, у значительного количества пациентов, практически 70%, выявляется уже запущенная форма заболевания, 3-4 стадия. Когда встаёт вопрос о лучевой или, в лучшем случае, химио-лучевой терапии. Однако, даже в случае положительного эффекта, частичной или полной регрессии заболевания, ни один метод лечения онкологии не может уберечь больного от возникновения рецидива болезни. В литературном обзоре от 2014 года, проведённом в США, 5-летняя общая выживаемость вне зависимости от стадии метода лечения была оценена в 44%. В недавней статье от января 2019 года американские коллеги отмечают, что 74% пациентов с 3-й стадии неминкоклеточного рака лёгких рецидивируют в течение первого года после облучения, 16% в течение второго и 10% спустя 24 месяца наблюдения. Нас интересуют те случаи, что отмечены красным прямоугольником, локальные и локорегионарные рецидивы. Напомню, что локальным рецидивом является рецидив в пределах исходного объёма облучения, локорегионарным – в пределах органов грудной клетки. Рецидивы приводят к ухудшению общей выживаемости, поэтому более агрессивное наблюдение может выявить бессимптомные рецидивы, которые подаются более ранней терапии спасения. Вопрос о тактике лечения этих пациентов обсуждается на мультидисциплинарном консилиуме. У хирургов есть строгие требования к состоянию пациента, объёма рецидива, потому что, возможно, потребуется комбинированная операция с применением методов трахиобронхопластики, пластики сосудов. Возможный объём операции – это лоб или пульмоноктомия, что приведёт к значительному сокращению дыхательного объёма и долгому периоду установления. Изолированная химиотерапия или химиотерапия второй линии не является радикальным методом и не обеспечивает достаточных статистических показателей общей выживаемости. Применяется либо при генерализации процесса, или в сочетании с лучевой терапией. Моей целью в процессе подготовки было рассмотрение возможностей лучевых методов лечения. В книге, уже ставшей настольной для каждого радиолога, пусть даже в электронном виде, прекрасно освещена контактная эндоброхиальная брахиотерапия для лечения экзофитных форм эндоброхиальных локальных рецидивов, как правило, после конденсиальных методик ДЛТ. У значительного количества пациентов удаётся достичь облегчения симптомов, но ненадолго, в среднем на 45 дней, ценой высокого риска осложнений пятой степени. А вот немецким и швейцарским коллегам удалось снизить частоту кровотечения до 15% путём уменьшения разовой очаговой дозы до 5 грей. Количество фракций от 2 до 4. У 3 четверти пациентов, точнее 74%, была достигнута местная ремиссия. На графике справа местный контроль. 6 месяцев 38%, 12 месяцев 17%. На графике слева медиана выживаемости. Общие 6,7 месяцев, 6-месячные 58%, 1-годичные 18%. Показатели, безусловно, лучше, чем в более ранних работах. Но, согласимся с авторами, что брахиотерапия – это симптоматический метод для лечения пациентов с локальной рецидивирующей бронхиальной карциномой с довольно серьёзными осложнениями. О методах дистанционного облучения нужно сказать особо. Это 3D-конформная лучевая терапия, продвинутые методики, АМРТ, ВИМАТ, сериотоксическая лучевая терапия и с богатой историей, но всё ещё редкая и дорогая протонная лучевая терапия. Примечательно, что в более ранних работах радиационные онкологи боялись подводить радикальные дозы после предшествующего радикального облучения. В публиканции американских авторов от 2014 года 48 пациентов разделили на группы с рецидивным мелкоклеточным – 11 человек и немелкоклеточным – 37 человек раком лёгких, перенёсших радикальное лечение. Для лечения рецидива были выбраны методики 3D и томотерапии. Пациенты с немелкоклеточным раком лёгких получили 30 грыз за 10 фракций, тогда как с мелкоклеточным получили 37,5 грыз за 15 фракций. Следует отметить, что группы не были однородными. Средний объём – 5 В. В группе мелкоклеточного рака лёгких был в 2,5 раза выше, больше, чем в группе немелкоклеточного. Этим же объясняются лучшие дозиметрические планы по критическим структурам. Это весь объём лёгких – сердце, спиной, мозг, пищевод. Медиана выживаемости у пациентов с мелкоклеточным раком лёгких составила 3,1 месяца, с немелкоклеточным – 5,1 месяца. В целом, несамудовлетворительные результаты, которые демонстрируют нам не только, что мелкоклеточный рак лёгких – естественно, более агрессивное заболевание, но и то, что доза в 30-37,5 грыз не является достаточной для лечения рецидивирующей болезни. И в дальнейшем учёные шли по пути эскалации дозы. В исследовании наших американских коллег по повторному облучению при рецидиве рака лёгких 33 пациента с гистологически подтверждённым немелкоклеточным раком лёгких получали стереотоксическую лучевую терапию. Ранее первичное облучение у этих пациентов заключалось в подведении радикальной дозы 3D-конформной 66 грыз, либо 50-60 грыз стереотоксическим методом. Методом лечения рецидива была выбрана всё-таки стереотоксическая лучевая терапия. И коллеги исследовали не только показатели выживаемости и местного контроля, но и частоту осложнения в зависимости от варианта стереотоксиса, сравнив её с работами других авторов. Общий двухлетний контроль составил 67%. Это верхний график. Когда же исследователи разделили пациента в зависимости от варианта стереотоксиса, то при более чем одной фракции локальный контроль составил 88%. Вывод. Стереотоксическая лучевая терапия одной фракции в 22,5 грыз не является методом выбора, но медиана выживаемости в этом исследовании составила уже 21 месяц. Сравнив частоту осложнений с работами коллег, исследователи не получили статистически значимого увеличения токсичности. Один пациент погиб из-за ортально-пищеводного свища, он получил 3 фракции по 18 грыз. Частота пневмонитов второй-третьей степени составила 9%, суммарно 30% осложнений. В публикации от 2015 года американские коллеги изначально разделили пациентов на группы в зависимости от метода лечения инициальной опухоли и рецидива. В первую группу вошли пациенты после дистанционной лучевой терапии, где методом выбора была также выбрана классическая лучевая терапия по 2 грыз за фракцию. Доза повторного облучения варьировала в зависимости от ранее подведенной дозы. Если на первом курсе доза доставлялась менее 50 грыз, то при повторном облучении давалось 60 грыз. А если для первого курса использовались дозы более 50 грыз, то при повторном облучении подводилось 46-50 грыз по 2 грыз за фракцию. Общая двухлетняя выживаемость после повторного облучения составила 21%, тогда как локорегиональный контроль составил 42%. Авторы не отметили четкой дозы ответ-зависимости, то есть при подведении большей дозы не было увеличения общей выживаемости. А что касается объема 5-ти Ви, то при 5-ти Ви менее 300 кубических сантиметров общая выживаемость была практически в два раза больше, чем при 5-ти Ви более 300 кубических сантиметров. Внедрение методов стереотоксической лучевой терапии произвело революцию в лечении ранних стадий немелкоклеточного рака легких. Прежде всего за счет высокого локального контроля и ограниченной токсичности. На первом этапе пациенты в этой группе получали в среднем 63 грыз за фракцию, а уже рецидивную опухоль облучали 50 грыз за 4 фракции. По результатам общая безрецидивная выживаемость за два года составила практически 42%. Стереотоксическая лучевая терапия в высоких дозах, достаточных для контроля опухоли, хорошо переносится тканью легких. Однако токсичность была описана в тех случаях, когда первичное облучение располагалось вблизи критических структур, такие как трахея, максимальное бронхиальное дерево, плечевое сплетение и грудная стенка. Третья группа пациентов. В обоих случаях использовалась стереотоксическая лучевая терапия. Коллеги отмечают хорошие результаты в этой когорте пациентов. Выживаемость без прогрессирования 66%, общая выживаемость через два года 68%. Но авторы прямо указывают на ограничение этого метода. Отмечаю, что лучше использовать этот вариант лечения при периферических опухолях менее 5 см в диаметре. При центральной локализации опухоли стоит известить все за и против, так как у авторов отмечала значительная токсичность. Итак, чем же можно объяснить такие различные? Вероятно, тем, что изначально стереотоксическая лучевая терапия лечится пациентам с локализованными формами немелкоклеточного рака легких. А 3D-конформная лучевая терапия при местно распространенном варианте заболевания. Довольно часто в клинической практике мы сталкиваемся с палеотивным вариантом облучения после радикального курса дистанционной лучевой терапии на первичном этапе. При подведении средних доз повторного облучения от 16 игр до 36 отмечался прекрасный симптоматический эффект со значительным облегчением большинства симптомов. Медиана выживаемости варьировала от 3 до 5,5 месяцев. Следует отметить, что эти исследования, как правило, включали пациентов с третьей стадии немелкоклеточного рака у легких. Давайте помнить, что облегчение симптомов, связанных с локальным рецидивом, часто является главной целью при повторном облучении. И в этом мы можем помочь, как показывают предыдущие исследования. Недавний метаанализ, приведенный учеными во Флориде в 2019 году. Ученые изучали различные способы лечения местных рецидивов немелкоклеточного рака легких при проведении стереотоксической дистанционной лучевой терапии. Отмечу, что стереотоксическая лучевая терапия в Соединенных Штатах является стандартом лечения ранних стадий при нерезектабельности или неоперабельности опухоля. Обеспечивает стабильный высокий уровень местного контроля. Пятилетний контроль в пределах 5-90%, локорегионарный 71% за 5 лет. Но все еще имеют место локальные и локорегиональные рецидивы. Спасительная хирургия в объеме лоба или сегмента токтомии в тех случаях, если возможно, является высокоэффективным методом лечения, что доказано многими авторами на, впрочем, немногочисленных группах пациентов. Но в то же время отмечу, что хирургия не самый безопасный метод и, забегая вперед, скажу, что выше, чем при лучевом методе. Таблица демонстрирует противоречивость отдельных исследований разных авторов со значительной вариабельностью в полученных результатах. При выборе повторного облучения как метода лечения рецидива существует необходимость в более строгом ограничении дозы на органы риска, такие как спиной мозг, сердце, пищевод, ткань легких. При тщательном планировании и отборе пациентов метод лечения может быть безопасным и эффективным. Иностранные специалисты считают, что если прошло более двух лет после первичного лечения, в случае повторного облучения можно подводить условно-радикальные дозы. Вернемся к метаанализу. Если брать традиционное фракционирование и умеренное гипофракционирование, результаты суммированы в представленной таблице. Показаны хорошие результаты одногодичной выживаемости 73, 74, 76% при приемлемой токсичности. В настоящее время, конечно, больше исследований, посвященных стереотоксической лучевой терапии. При использовании стереотоксической лучевой терапии в качестве метода выбора автор отмечает высокую токсичность при центральном расположении опухолей легкого. При правильном подборе способа подведения дозы можно достичь медианы Каплайн-Майера до 19 месяцев и 1-2-3-летней выживаемости до 59, 43 и 23% соответственно. Из поля использования более высоких биологически эффективных доз, к примеру, режим 54 Грея за 3 фракции, показывает лучшие показатели локального контроля, чем режим 48-50 Грей за 4-5 фракции, 50-60 Грей за 8-10 фракции. В апреле 2018 года увидел свет метаанализ о роли протонной лучевой терапии в лечении рецидивов немелкоклеточного рака легких. Рассматривались исследования из центра МД Андерсон и Пенсильванского университета во Флориде. Общая выживаемость описана от 11 до 18 месяцев в различных работах. Одногодичная общая выживаемость от 47 до 59%. В ряде работ, описанных в метаанализе, коллеги не отметили улучшение показателей выживаемости при увеличении дозы. Но несомненным преимуществом протонной лучевой терапии является расширение показаний для повторного облучения при расположении рецидива вблизи критических структур, там, где использование 3D-конформной лучевой терапии, АМРТ, ВИМАТ и стереотаксиса ранее считалось слишком рискованным. И, наконец, выводы, уважаемые коллеги. К сожалению, при любом лечении рака могут возникать рецидивы болезни. Обследование в объеме ПЭТ-КТ может существенно помочь при выборе тактики лечения возникающих проблем. Основываясь на размере первичной рецидивной опухоли, ее расположении и состоянии пациента, следует выбирать метод лечения, начиная от хирургии или стереотоксической лучевой терапии. Что лучше? Вопрос дискутабельный. При значительных размерах уже ПТВ 3D-конформная лучевая терапия. И с симптоматической целью палеотивно-лучевая терапия. Мы не имеем права опускать руки, зная об эффективном облегчении большинства симптомов. Вопрос присоединения химиотерапии к любому варианту лечения основывается на тщательном анализе состояния пациента. В декабре 2020-2021 года ожидается завершение исследования в онкологическом центре Университета Пенсильвании. Это перспективное исследование второй фазы посвящено использованию пембролизумаба после химио-лучевой терапии протонами рецидивов немелкоклеточного рака лёгких. Уже будут оценены результаты три модального подхода к лечению рецидивов рака лёгких. Будем ждать результатов. Спасибо за Ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.